МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главном сегодня. Отрада и утешение в Рязани торжественно встретили список чудотворной иконы. А ну-ка, товарищ, постойте! Губернатор Олег Ковалев распорядился приостановить стройку на Московском шоссе. Квартирный вопрос жительниц поселка Поляны, отчаявшись в попытках сохранить жилые квадратные метры, обратилась в прессу. Молодежная команда, антинаркотическое ведомство региона, сообщила о задержании банды наркоторговцев. Им всем немного за 20. Об этом и не только в рубрике «Неделя полицейских». Ну а теперь приступим. Встречи недели у нас на днях было две. Одна духовная, вторая вполне себе светская. Начнем с первой. На днях в Рязанском Кремле прошла торжественная встреча иконы Пресвятой Богородицы от рада и утешения. Это список знаменитого чудотворного образа, который хранится в обители Ватапет на Афоне. Существует древняя легенда о том, как была основана обитель. Это драматическая история, в которой действуют персонажи преданий далеких лет византийский император Феодосий и его сын, юный отрок и будущий владыка державы Аркадий. Дело в том, что некогда византийский император Феодосий своим сыном путешествовали по морю. И вот приключилась буря. Тщетные поиски тела наследника, казалось бы, навсегда погибшего в буре, так ни к чему и не привели. Но вдруг отчаявшиеся путники нежданно-негадно отыскали. Вполне здоровается и лёхонького царевича, крепко спящего на берегу в тени куста. Отрока разбудили, и он поведал спутникам, что уже погибая в волнах, воззвал к заступничеству Богородицы, и свершилось чудесное спасение. Ватопед, куст отрока, так переводится с греческого название обители, возведенной тогда по приказу счастливого отца императора. Образ Пресвятой Богородицы был поставлен в алтаре соборного храма, ему дали наименование Отрада, а спустя несколько столетий к этому названию добавилось еще одно утешение. Считается, что эта икона чудесным образом поспособствовала тогда предупреждению обитателей монастыря от коварного нападения разбойничьего отряда. Икона всегда была почитаема на Руси. Пресвятая Богородица, не лиши народ русский своей защиты. Обращались с древних времен к этому образу наши предки. Икона своеобразна и по своему написанию, по композиции святых образов. Божья Матерь на нем держит руку маленького Иисуса, поднося ее к губам для поцелуя. Очень человечное движение любящей матери. Вполне земное чувство, запечатленное мгновение. Чувство гимн любви, символ жизни. Надо добавить, что по существующим с древности поверью, молитва перед этой иконой помогает в исцелении от недугов, защищает от несчастья, эпидемий и даже стихийных бедствий. А теперь о встрече номер два. Хотя мы в данном случае говорим не о вторичной ее значимости, а просто о другом событии. Рязанский губернатор Олег Ковалев на этой неделе собрал для дружеского разговора молодых участников проекта «Селигер-2014». Но стоит напомнить, что это за штука такая «Селигер». Причем не озеро в Тверской области, а Всероссийский молодежный форум. Впервые все это началось в 2005-м. У истоков форума стояло Федеральное агентство по делам молодежи. Три года «Селигер» проводилось как закрытый молодежный лагерь. Так, если кто помнит, раньше было что-то подобное для молодых комиссаров, комсоргов. Ну а после тематическую программу расширили. Само название проекта стало брендом. А главный форум сейчас подразумевает сразу несколько самостоятельных направлений деятельности. «Селигер» вошел в моду. На форум стали ездить политики и прочие представители правящей элиты. Заглянует и президент. А это значит, что и все прочие, кто в эту самую элиту стремится либо попасть, либо удержаться, мимо не проезжают. А то ведь получается как? «Ты на «Селигере»-то был?» задают вопрос. «Да нет, чего-то некогда». А Путин был. И сразу начальник понимает, что оказался как-то не в кассе. Но форум все-таки молодежный, потому народ там все больше до 16 и старше. И в регионах его делегаты, хочешь не хочешь, а получают определенный статус. Ну и теперь репортаж Олеси Харлиной о губернаторской встрече с рязанскими участниками «Селигера». Участники Всероссийского молодежного форума «Селигер» и Международного слета «Таврида» давно привыкли к официальным и не очень встречам. Но, похоже, не ожидали, что губернатор области Олег Ковалев с первых секунд сам предложит обойтись без отеческих напутствий и нравоучений. Только впечатления, итоги и любопытные предложения. Я приготовил вступительное слово. Хотите? В этом году форум «Селигер» проходил в новом формате. Если раньше работали только специалисты, то сегодня много функций доверили именно волонтерам. Из первой смены два молодых человека даже остались, чтобы продолжить работу. Впервые были участники-колясочники, которые стойко отстояли вахту памяти. Я как педагог поняла, что в очередной раз, что в мире много возможностей и полностью отсутствуют проблемы. И это уже о многочисленных проектах. Молодежь фонтанировала идеями и не упускала случаев в своих поездках поделиться мыслями с известными актерами, телеведущими и вип-персонами. Компания молодежных проектов – это живое общение с экспертами, с экспертами с российского уровня, со специалистами, которые могут помочь, посоветовать. И что самое главное, на конвейере можно заручиться поддержкой от этих специалистов. Дарья Киселевой посчастливилась попасть на Тавриду. Говорят, там организация работы и досуга была безупречной. А еще появилась новая традиция, благодаря которой каждый иностранный участник за 10 дней выучил гимн Российской Федерации. Патриотизм на этом форуме просто зашкаливает. Когда все вместе, обнявшись вечерами, мы пели гимн независимости, какого цвета кожи, глаз, какой национальности, вы знаете, это дорогого стоит. На втором часу встречи с губернатором вопросы стали серьезнее. Делились мнениями по поводу событий на Майдане, говорили о специфике выборов и присоединении Крыма. Тем более, что участники форума не понастышке знают мнение местного населения, которое развешивает российские флаги на своих домах. Действительно люди счастливы, что они вернулись домой, в родную гавань, в Россию. Новые предложения Олег Ковалев обещал изучить и без поддержки не оставить. Молодежь, по его словам, такой быть и должна. Активный, целеустремленный и полный идей. Продолжаем эфир по принципу, как только в кадре появилось начальство, давай рубрику о чаяниях народных. Так будет погорячее, а главное, глядишь, простые люди, чего и добьются. Раздел «Народные чаяния» в журналистском обиходе называется попросту «бытовухой». Самые разные проблемы, а то и беды наполняют его собой, и порой у самих репортеров глаза бывают, как говорится, на мокром месте, от рассказов простых людей, попавших в непростые жизненные обстоятельства. Оксана Тебенихина привезла на этой неделе для народной рубрики репортаж из поселка Поляны. Последние 10 лет своей жизни Нина Петровна Назарова буквально прожила в судебных залах заседания. Нет, она не злостная рецидивистка, она мать дочери инвалида второй группы, чьи права, по словам женщины, злостно нарушаются. Этот дом, больше напоминающий горстку дров, является законной собственностью больной девушки. Находится он в селе Поляны. Сначала ее мать Нина Петровна всеми правдами и неправдами пыталась добиться от местной администрации того, чтобы в доме провели капитальный ремонт. Сейчас же, по словам женщины, дело дошло до того, что дом у нее отобрали и выставили на торги. В пятом году мне, в общем-то, администрация подтолкнула, мол, Нина Петровна, вы праватизируете, а потом что-нибудь сделаем. Я просила администрации, чтобы либо поменять, так как мы не в состоянии отремонтировать этот дом, так как ребенок инвалид детства, я сама инвалид второй группы. В общем, на дни пенсии нам не потянуть. Я праватизировала сдуру в 2005 году на ребенка инвалида, вот на Алевтину Сергеевну. Первые суды мы выигрывали. Потом администрация полянская встречный подает иск на ребенка инвалида, так как якобы она довела до такого состояния жилье. В общем, и принудить нас в капитальном ремонте. Мы просим у администрации помочь, администрация на ребенка инвалида. У них якобы денег нет, а у нас их много. По мнению чиновников, сельской администрации в доме жить можно. Взорвалась канализация? Пустяки. Придырявилась крыша? Вообще ерунда. Стены отошли от фундамента. Просто не обращайте внимания. Дом-то огромный, какой простор для жизни. Только вот щели в полах настолько большие, что местные кошки устроили в бывшей спальне хозяев настоящий притон. Мохнатым вход свободный. Сколько судов уже позади и не сосчитать. На сегодняшний день ситуация остается совершенно непонятной. Вроде бы дома приватизирован. Вроде и на инвалида. А отнимать его собрались у матери девушки, хозяйки имущества. В общем, дело ясное, что дело темное. И куда идти женщинам с их бедой, непонятно совершенно. Скоро дочка Нина Петровна вернется домой с учебы. А дома, как такового, фактически нет. Напомним, вы смотрите аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Вот о чем мы расскажем во второй ее части. А ну-ка, товарищ, постойте. Губернатор Олег Ковалев распорядился приостановить стройку на Московском шоссе. Почему в роще забор? Журналистско-депутатское расследование программы «Время говорить». Молодежная команда, антинаркотическое ведомство региона, сообщила о задержании банды наркоторговцев. Им всем немного за 20. Об этом и не только в рубрике «Неделя полицейских». Сескил. Продолжаем программу. Вопросом недели можно назвать тот, что возник у рязанского губернатора Олега Ковалева, глядя на масштабную стройку, зародившуюся на Московском шоссе в районе торгового дома «Барс». Этот объект, как можно догадаться, задуман был не как детский сад, школа или дом для инвалидов, а как самый банальный махровый торговый центр. Интересно, что у нас как только разрешение на строительство получат, так сразу всех тянет соорудить какой-нибудь хоть завалященький, но именно торговый центр. А что, сдал помещение в аренду и сиди, считай, от аренды дивиденды. Вуз не дуй, мечта поэта, да и только. Начальник региона дал поручение узнать подробности дела первому зампреду правительства Олегу Булекову, а и же с ним руководителем регионального министерства имущественных и земельных отношений, госстройнадзора, управления архитектурой и так далее. Так что, теперь будет работа чиновникам, чтобы разъяснить Верховному в регионе, а зачем Рязани нужен еще один торговый центр, да там, где их и так пруд пруди. Уже скоро и в каком-нибудь Нью-Йорк-Сити торговых зданий на единицу площади будет меньше, чем в Рязань-матушке. Это же опять неизбежные автомобильные потоки, а значит пробки, заторы и прочие неприятные вещи. До выяснения всех обстоятельств строительство приостановить, распорядился Олег Ковалев. Надо заметить, что в тех краях вообще строительство идет такое, что просто держись, например, у здания пенсионного фонда уже в буквальном смысле слова повернуться-развернуться негде. Такие вещи, как непонятное строительство, надо и впрямь пресекать в корне, и пока не поздно, а то у нас есть уже прецеденты. В том числе, например, в центре Рязани на улице под названием то ли Астраханской, то ли Ленина, тоже непонятно. Коротко говоря, аккурат у горпарка. Здесь чиновники активно сносят на бумаге, да никак не снесут в натуральном виде, курьезный сарай-паразит, прилепившийся к историческому зданию бывшего поземельного банка. Ну и завершая сегодняшнюю передовицу, сообщим, на эту пятницу администрации Рязани назначено выездное обсуждение с целью выяснения общественного мнения по вопросу строительства многофункционального досугового детского центра на улице Интернациональная, тоже Московский округ. Детский центр это очень хорошо, это мы всегда за. Только надо повнимательнее посмотреть, а не станет ли при строительстве детский центр приобретать явственные очертания центра торгового. Разве не было уже чего-то такого на тему, как в кино брюки превращаются в том же самом Московском округе. Строили одно, а выстраиваться стало совсем другое. И был тогда скандал, который пришлось разруливать с участием высоких представителей власти. Ну уж, коли речь зашла о строительстве, то, как говорят в Одессе, их есть у нас. В редакцию обратились активисты, коих сейчас немало, в том числе и в Рязани. Так вот, обратились и предложили разобраться в том, что же за такой подозрительный строительный забор появился в Березовой рощице на улице Молодцова, на стыке Конищева и Преокского поселка. Забор в зеленой зоне, согласитесь, выглядит тревожно, даже вызывающе. А к тому на выяснение причин его появления был откомандирован Евгений Зызин, журналист нашей телекомпании по совместительству депутат Рязанской городской думы. Да еще по тому самому округу, где произрастает означенная и озаборенная рощица. Так что получился специальный репортаж с расследовательским оттенком. А вот за этим забором, собственно говоря, Березовая роща, которая в последнее время стала, ну что называется, таким объектом серьезного внимания, как со стороны жителей Конищева и Преокского, так и со стороны уже теперь и властных структур. Сейчас вместе с представителем-застройщиком мы зайдем за этот забор и посмотрим, что там на самом деле сейчас находится. Березовая роща, в которой еще в начале 90-х занимались школьники на уроках физкультуры, здорово изменилась за это время. Чтобы пройти по тропинке, в буквальном смысле приходится продираться сквозь заросли дикорастущего кустарника. Количество мусора под ногами просто какое-то неимоверное и очень много шприцов. Местным жителям хорошо известно, что роща стала пристанищем, скажем так, асоциальных элементов. Представитель северной компании, которая получила этот участок в аренду и собирается ввести на нем строительство, говорит о том, что речь о сносе деревьев не идет. Строители очистили от порослей просеку, изначально предусмотренную под лэб, и уничтожать березы не намерены. Фрагмент моей беседы с представителем потенциального застройщика приводим, что называется, без купюр. Вместе с нами сегодня представитель компании-застройщика и главный инженер северной компании Павел Килиберда. Павел, давайте честно, что вы здесь собрались строить? Здесь будет строительство детского центра на 3000 детей. Вот очень хорошо, что детский центр, а почему именно здесь? Почему вот северная компания, которая славится тем, что она строит много высотных, красивых, доброкачественных жилых домов, вдруг озаботилась проблемой строительства детского центра? Зачем ей это надо? Ну, дело в том, что так как у нас строительство ведется в районе Канищева и Превокского, у нас Канищева заселенность где-то около 170 тысяч, против того же самого Дашковой песочни 130. Вот, так что здесь потребность вот именно в таких вот, скажем так, детских центрах достаточно высокая. Ну да, то есть есть детский центр, Превокский центр детского творчества, по-моему, на 3000 человек, и, по-моему, и все. Ну, если смотреть более масштабно, скажем так, на эту проблему, и сравнивать такие города, 500-тысячники, как Рязань или, допустим, Тюмень, то, к примеру, в Тюмени там эта инфраструктура больше развита. А у нас как бы немножко все это запоздало идет, вот, и мы как бы непосредственно, как застройщик, скажем так, хотели бы наверстать это. Ну, дело благое, детский центр построить очень хорошо, но где гарантия, что вы здесь построите вот именно детский центр? В конече уже были прецеденты, когда начинали строить вроде бы бассейн, а потом построился торговый центр. Ну, во-первых, у нас есть проект, который сейчас проходит экспертизу. Во-вторых, всем заинтересованным глинцам, кто хочет увидеть, как это будет выглядеть, будет представлена 3D-модель. Ну, и в-третьих, существуют контролирующие органы, тот же самый городской совет. Можно создать, допустим, какой-то общественный совет по контролю, допустим, чтобы именно строился здесь детский центр, а не какой-то торгово-развлекательный или еще что-то типа подобного. То есть вы не отгородились вот этим замечательным забором, вы готовы для общения с людьми, я правильно понимаю? Ну, если, в принципе, да, все правильно. Забор здесь, скажем так, нужен для того, чтобы произвести работы по очистке данной территории от мусора. Если вы видите, валяются здесь банки всякие. Ну, и плюс убрать порсель, которая здесь, в принципе, все здесь заросло. Ну, вот скажите, я в средствах массовой информации и от жителей получал сигнал, что здесь пилят деревья. Пилили деревья? Ну, во-первых, здесь пилили не деревья, а пилили кустарник. Это раз. Второе, вы можете сами посмотреть, все деревья целы, никто их не трогает. Мы просто очистили территорию, выгребли отсюда весь мусор бытовой, который здесь валяется, соответственно. Ну, и плюс такие, скажем так, участки, они достаточно привлекательны, скажем так, со стороны криминогенной обстановки. Потому что чем меньше у нас будут вот таких заброшенных моментов по городу, тем и плюс будет еще и с этой стороны. Слушайте, а правильно я понимаю, что вы здесь не только построите детский центр, но и как бы в обременении себе берете еще и благоустройство вот этой рощи, как бы ее расчистку? Это в обязательном порядке. Мы здесь хотим стать пионерами в плане, скажем так, обременения по благоустройству, чтобы все остальные застройщики тоже брались на нас в пример и поступали таким же образом. Вот такой вот разговор и вот такие планы потенциального застройщика. Строительство детского центра без ущерба для зеленых насаждений и благоустройство березовой рощи и ее расчистка в первом приближении возражать против этого не хочется. Но окончательное решение за жителями Рязани. На сегодняшний день городскими властями принято решение, что никаких работ в рощи без проведения общественных слушаний быть не должно. Сами слушания назначены на воскресенье 12 октября. Проведены они будут в актовом зале 52-й школы лицея. Приглашаются все неравнодушные люди. Пока депутаты-журналисты вели расследование, городское начальство обсуждало вопросы теплоснабжения. На этой неделе в мэрии прошло заседание коллегии по подготовке к грядущему отопительному сезону. Главным докладчиком выступил начальник управления ЖКХ и энергетики Иван Миронов. Первым делом он уверил собравшихся, что энергохозяйство двух основных городских печек Новорязанской и Дягилевской ТЭЦ подготовлено к сезону холодов РМПТС Также привела в боеготовность свои предприятия. Гидравлические испытания и неизбежные после них ремонтные работы проведены. До конца этого месяца городские службы обязались решить комплекс вопросов по переводу потребителей котельной на Кудрявцево-22 на теплоснабжение от Новорязанки. Участок магистральных сетей по улице Маяковского построен. Проведена кабельная линия до будущего центрального теплового пункта. Сейчас, отчитался Иван Миронов, ведется строительство квартальных тепловых сетей и фундамента подблочной ЦТП. Другое тематическое направление – подготовка жилищного фонда. Здесь прозвучала информация, что паспортизации, промывки и опрессовки подлежат почти 3000 рязанских домов. Сейчас паспорта готовности получили 1747 из них. Что касается объектов в социальной сфере городского подчинения, то большинство из них к пуску отопления готовы. Для своевременного пуска объектов теплоснабжения разработаны графики включения с разбивкой на 8 дней и указанием адресов. Также на коллегии было сказано, что в день включения тепла по каждому дому будет составляться свой акт, чтобы исключить неточности по начислению оплаты. О криминальных находках и задержаниях разбойничков в Рязани расскажет в традиционной рубрике «Неделя полицейских» Глеб Галушкин. Именно к нему в конце недели стекаются все известия о нехороших людях, которых правоохранителям удается изымать из социального обращения. Казино, хоть и находится уже несколько лет вне закона, но по-прежнему находят своих организаторов и покровителей. Регулярно полицейские изымают рулетки, покерные столы и игровые аппараты в подбольных и горных клубах. На этой неделе, например, под прессом погибла очередная партия конфискованных одноруких бандитов в количестве 138 штук. С начала 2014 года выявлено 199 административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 14.1.1 Кодекса административных правонарушений. На этой неделе во дворе дома номер 33, дробь 4 по улице Новоселов, местный герой-дворник Саша возле мусорного контейнера обнаружил пакет с боевыми патронами. Он сообщил об этой интересной находке полицейским. Ну, мы это, грузили мусор сам, это там, я открыл сам, шушом, бутылки себе эти вот, я, двое лет, я, двое лет, два рожка, я сам, административные стоят, я прямо к ним и притащил. Правоохранители осмотрели боеприпасы и изъяли их для дальнейшего исследования. Может, и хозяина этого пакета им удастся разыскать. Кстати, после Сашиной находки полицейские провели брифинг на тему «Сдавайте оружие». Так как федеральный проект по приему от граждан незарегистрированных стволов и боеприпасов работает, и никто его не отменял. Владельцам вооружения можно не только избавить себя от уголовного преследования, но и вполне законно подзаработать на сдаче опасных вещиц. В соответствии с утвержденным программам, граждане Российской Федерации по своему выбору, желающие добровольно сдать оружие, которое у них хранится на незаконных основаниях, имеют право обратиться в любое подразделение УМВД России по Рязанской области на районном уровне с заявлением о том, что они желают сдать добровольное оружие. Выполта денежного вознаграждения осуществляется Министерством региональной безопасности. Аризанские наркополицейские на этой неделе сообщили об аресте участников организованной преступной группы, которая занималась поставками в областной центр синтетических наркотиков. Все задержанные, а это молодые люди возрастом от 24 до 26 лет, ежемесячно сбывали примерно по 2 килограмма дурманищей химии. Базировался их наркопритон в одном из коттеджей на окраине Дашково-Песочни. В один день были задержаны все активные участники данного преступного формирования. Их было изъято более 600 грамм наркотических средств. Вообще, по самым скромным подсчетам наших сотрудников, в месяц эта группа реализовывала 2 и более килограмм данного наркотика. И еще на этой неделе Московский районный суд вынес приговор по делу о взятке. Больше трех лет условный и крупный штраф получила гражданка Павлова, работавшая преподавателем-доцентом в Рязанской сельскохозяйственной академии. Причем сумма, которую она попросила со студентки за сдачу зачета, экзамены и курсовой работы, оказалась совсем небольшая. Всего 5 тысяч рублей. Московский районный суд города Рязани признал Павлову виновной. И по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил 3 года 2 месяца лишения свободы условно. С испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки. То есть в сумме 200 тысяч рублей. Вот и все на сегодня. Хороших вам выходных, дорогие друзья, добрых известий и спокойного отдыха. И не забывайте афоризм французского писателя Жильбера Сесброна. Самые лучшие в воскресном дне – это вечер, субботы. Будем же ценить каждое мгновение, отведенное нам для созерцания и отдохновения. И до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok